Невская. Вот что доставляет мне удовольствие. Привет, мои классные, красивые, прекрасные члены сословия подписчиков. С вами я, военный преступник, слышь бывший генерал в отставке Бебей. Ставь лайк, если белый фосфор — выбор настоящего шутняра-приколиста. Субтитры сделал DimaTorzok Особенно меня радует, как многие зрители удивились не только геймплейному, но и мемному потенциалу Ризена, который реально многим до этого казался лишь блеклой пародией на Готику. Тут уж, как говорится, выкусили. Кстати, если вдруг мой голос кажется осипшим, то, пожалуйста, извиняйте. Просто мы тут заболели простудифилисом. А я же звучу как Грендаль какой-то. Ну что ж, покончили с предисловием, и тебе спокойно можно рассказывать вам про прекрасный стриминговый сервис GFN. Имеешь слабый ПК, Мамкин Ноут или ещё хуже, Макбук, то знаешь, что даже на этих девайсах ты спокойно сможешь запустить Киберпанк 2077, который мало того, что будет идти с максимальным качеством, так ещё и будет обмазан RTX-ом. Зачем ожидать и высмотреть видеокарты в магазинах? Прилавки пустые будут пустые до тех пор, пока я как минимум по третьему Ризену не сделаю кратко про. А тут же ты можешь спокойно запускать игры свои любимые, просто играть и балдеть. И плюс ко всему этому доступно более 800 игр, в том числе Valhalla, Watch Dogs, Legion и новый Strong Gold Warlords. Конечно же ты можешь опробовать сервис абсолютно бесплатно, с некоторыми ограничениями, но вот что я тебе скажу. Поторопись, прямо сейчас покупай подписку на GFN. Я вот лично попробовал поиграть на своем рабочем бомжатском макбуке, и знаете что? Я играю до сих пор, потому что качество во! Ну и конечно же, потому что задержка минимальна, а это самое важное. GFN.ru Переходи по ссылке в описании под роликом и начинай играть прямо сейчас. Болото нынче позади, и это душу мою радует. Мы с вами познакомились с Доном, и, как я заметил, не у меня одного, и он вызвал весьма противоречивые чувства и оставил неприятный осадок в душе. Люди Рудольфа мертвы. Да, я слышал. Вот, возьми золото за эти вести. Поэтому я считаю, нужно восстановить природный баланс балдежа в душе и отправиться в Харбортаун. Правда, просто так чапает туда идея такая себе. Богданчика спокойно может проводить старый знакомый Ян. Можешь показать путь в Харбортаун? Конечно. Следуй за мной. Однако данное путешествие оказалось своего рода эстафетой, ибо не успели они далеко отойти, как Ян доверил, лысого Петросянчика в руки верунских фермеров, а те же, в свою очередь, передали ее в руки городского охранника, который затребовал аж сто золотых за проход. Ты многовато золота просишь. Ты спасибо скажи, что я в два раза больше не требую. Ну ладно, я же не мерзавец какой. Если у тебя нет золота, можешь вещами заплатить. В итоге, лысому Петросянчику пришлось продавать половину своего имущества, ибо он совсем уж бестолочь нища. Богданчик настолько нищий, что вынужден играть на консолях. Удачи тебе. Она тебе понадобится. И вот наш герой в городе, лицезреть, и пред вами Харбортаун. Жемчужина острого невезения. Многие говорят, что похож он на Хоринис, и тут я даже ничего против сказать не могу. Оба города портовые, оба имеют район ремесленников, дом с проститутками, маяк с Джеком и... На этом все, пожалуй. Мне нужна пара шкур. Ты не пожалеешь об этом. Думаю, мы сработаемся. Отличие же в том, что сам Хоринис был более богатым и масштабным городом. А тут же видно, что кроме Дона Эстебана, никто солидного капитала за душой не имел. Харбортаун все-таки более провинциальный город. Этакий Башкирский Петерборг. Ставь лайк, если тоже думал, что Башкирия – выдуманный сказочный край. А теперь к актуальной ситуации. Ныне в Харбортауне жизнь более не сладка, как слезы ребенка, ведь тут происходит ожесточенная борьба между верунским режимом и партизанами Дона Эстебана. Монастырские ребята под руководством коменданта Карлса пытаются навести свой порядок, а бандюганы же им активно пытаются поднасрать, просто потому что они быдло-то болотное. Богданчику же во всей этой ситуации стоит сделать выбор, на чью сторону встать. Я вот в свое время сделал выбор и встал на сторону сербов. Сейчас дефективный лысич находится в нищей части квартала, где расположились фермеры. Когда храмы вылезли наружу, а из храмов вылезла нечисть, монастырские ребята загнали всех фермеров в город и запретили выходить наружу. Мало того, веруны конфисковали весь урожей и фермерский скот на свои нужды, так что рыботяги остались в достаточно грустном положении. Звучит не очень по-доброму, да? Да. Именно тут наш безволосый животристик встает пред первой моральной дилеммой. Разбойник Дельгада и воин ордена Себастьян. Ты здесь недавно, да? Стой! Я видел, как ты с Дельгаду разговаривал. Это самый яркий пример того, с чем наш герой то и дело будет сталкиваться. Пацанчик Дона видит, что мы не местные и решает предложить обкашлять одно дело простенькое. Я задолжал Дону кучу золота. Поможешь? И тебе кое-чего перепадет. А что ты мне дашь, если я тебе помогу? Ну, золотишко отсыплю. Да еще могу научить тебя кое-чему. Дай человеку рыбу, и он будет вонять весь день. Дай ему удочку. Ты хочешь научить меня рыбачить? В данном квартале жрует любопытный купец Коста. Он успешно наваривается на фермерской трагедии и по дешевке скупает у них буквально все. Он жулик. После того, как люди лишились всего, он пытается забрать последнее. Ты наживаешься на чужом несчастье? Эй, никто не заставляет их продавать имущество. Если они хотят получить за свои фамильные ценности горячую еду, я всегда готов им в этом помочь. Однако, вместо того, чтобы, как и прежде, отдавать процент Дону, он весьма удобно устроился под крылышком инквизиции и ныне платит не долю, а налог. Вдобавок, он нанял себе охранника, дабы тот не позволил кому-либо спросить с него за такое абсолютно ублюдское поведение. Видимо, по такой же причине была придумана Росгвардия. А как насчет налогов Дону, а? Где наша доля? Нам же он предлагает избить Косту с охранником и забрать те имеющиеся у купца деньги и отдать Дельгада. Он доставил кучу неприятностей. Я б сказал, что он только за это должен 300 золотых монет. Можешь взять себе половину. Сам бандит без проблем справился бы и сам, но его бы за такое быстро за решетку упекли, даже если первый удар нанес бы не он. Что ты знаешь о Дельгада? Он один из людей Дона Эстебана. Безжалостные мерзавцы. Крадут, обманывают и вымогают деньги. Единая Россия. Будущее за нами. Воин Орден уже подмечает, что бандюга нас на темные дела подбивает и пытается убедить, что не обязательно быть конченным человеком, дабы добиться успеха. И посему предлагает альтернативное дельце. Дельгада отчаянно нуждается в золоте. Иначе его собственные подчиненные его на первом дереве вздернут. Вот этой возможности я и ждал. Поможешь мне разобраться с Дельгада? Сделать буквально все, как сказала гнида бандитская, но деньги отдать уже самому верунду. А дегетиру сказать, что все денежки-то тю-тю. Ты отдал золото Ордену? Тебе лучше подумать о том, чтобы обзавестись телохранителем. Себастьян же в свою очередь постарается проконтролировать, чтобы деньги вернулись своим прежним владельцам, а именно нуждающимся. Твори добро на всей земле. Твори добро всем кроме Фури. По итогу данный поворот событий вынудил дельгада собрать свои вещи и ливнуть из города. И можешь валить обратно в ту дыру, откуда ты выполз. Надеюсь, на примеры данного квеста вы примерно поняли, что нас тут будет ждать в дальнейшем. Следующий конфликт связан с воровством, а именно некто грабанул несколько городских предприятий. Об этом нам рассказывает Родригес, который пытается это дело раскрыть. Были попытки взлома в последнее время? Слишком много. Недавно три дома ограбили. Его подозрения падают на Булдыгусида, который абсолютно точно работает не один. Кто-то заходит в дома с золотишком внутри, осматривает всё и докладывает Сиду. А Сид же потом ночью по указке всё ворует. И кстати, сам Сид совершенно неожиданно сидит на измене. Тебе нужна помощь? Это Родригес. Он охотится за мной. В данном случае мы занимаемся расследованием, а именно опрашиваем всех локальных ремесленников и пытаемся понять, как это случилось и что произошло. Добро пожаловать, прошу, я Флавио, торговец. Здравствуй, Флавио, торговец. В итоге, опросив всех, Богданчик приходит к выводу, что на Сида работает некий Дойл. Кто был в доме в день взлома? Ну, Дойл хотел продать мне рыбу. Но я рыбу не люблю, и он ушёл ни с чем. Работник Дойл мне рыбу продал. А потом припёрся Дойл. Рыбу свою продавал. Но я его прогнал отсюда. Вот и всё. Лысая коленка мигом обнаруживает этого негодяя в бараке у Косты. Ты единственный, кого видели у ограбленных домов. Что делает тебя главным подозреваемым. Да перестань ты. Ничего не докажешь, и ты знаешь это. Я могу выбить из тебя признание. Я присматриваю дома для Сида. Ну вот, не страшно ведь. Ну и снова всё как по сценарию. Верон радуется, что наконец-то тёмные делишки бандюгана вскрылись. А вот сам бандюган грустно ливает из города через какие-то секретные подземные туннели, о которых мы пока что не знаем. Идиот. Кстати, Сицкому низдил у одного челика лакшери колечко и задарил его своей бабище. Богданчик же, конечно, вежливо попросил кольцо отдать. Но там вместо этого дала квест по добыче жемчуга, дабы обменять и... Где мне достать этот жемчуг? Настоящему мужчине не нужно было бы спрашивать. Он бы мне быстренько его принёс. Нельзя заставлять даму... Дорожие! Ты из... Боже мой! Бой! Достойный бой! В благодарность Таргаш разрешил оставить кольцо себе. Видимо, самого акта доброты ему было достаточно. Я так рад, что в мире не перевелись честные люди. Хорошая работа. Вор! Твари добрым! Следующий конфликт происходит между Святошей Караско и негодяем Лукором. Суть трабла такова, что из склада посадить Караско было украдено несколько частей некого винтажного доспеха. Само собой, под подозрение падает Лукор. И само собой, тут он замешан. А какие конкретно Караско претензии? А он хуже всех. Утверждает, что я вор. Ситуёвина тут вышла такова, что сам Лукор ничего не ворует. Но зато вместо этого нанимает безработных булдык, которые за бабос тебе хоть мне джопой сделают, хоть в Руанде покуролесит. Правда, всё пошло не так. Ребята украли доспешные пластины и... Ныне отказываются отдавать их Лукору, потому что, мол, он мало платит за то, что они своей пятой точкой рискуют. Богданчику же необходимо с помощью красноречия вытрыгивать эти пластины обратно, но такой путь... Путь сиси боя. А потом он берёт и избивает членов воровской шайке. Один, конечно же, пытался сумничать, сказал, мол, Свою пластину я спрятал, и если ты мне въеб... Мерзкий вор! Украсть у вора не значит украсть. Безволосый изувер отдаёт пластины Караско и тем самым выгоняет из города очередного бойца Дона Пасасану. Я думаю, всем будет лучше, если ты просто исчезнешь. А если нет? Так, ладно. По лицу твоему вижу, что дальше будет. Ладно, так и быть. Смоюсь. Ох, столько добрых дел сделали, эх! Надеюсь, нам... Это потом же зачтётся на гаагском суде. Оставшиеся две конфликтные ситуации происходят рядом с бывшей усадьбой Дона. Начнём с Эрнандеса и Тони. О, здравствуй. Не шуми так. Или нас обоих схватят. Тони уже который день следит за домом и пытается выловить момент, чтобы проникнуть внутрь и добыть один весьма козырный амулетик, принадлежащий Дону. Он уверен, что Веруны всю ценную уже вынесли, но вот амулет не нашли, ведь находится он в очень тайной комнате, которая открывается с помощью очень тайной кнопки. И как вы уже догадались, Богданчик договорился с Эрнандесом, дабы тот пустил Лысого внутрь, нашел амулет, отдал Веруну и тем самым очередной бандюга отлетел из Харбортауна. Ты понимаешь, что мне придется рассказать Дону? Ты затянул меня в редкостное дерьмо. Блин, наверное вам пора бы хоть своих начать предупреждать, что бритый кощей на деле-то та еще крыса. Последний конфликт связан с контрабандой дури. Марчелло желает выпнуть Харька из города, но ему нужен компромат. Сам же Харек осабочен иными проблемами, а именно тем, что тайная контрабанда брюглам идет плохо, так как курьер скорее всего крысит траву себе. Корабельного колоброда просят проследить за доставщиком, дабы понять, кому именно сливается хихи-трава. Поиски и идущая за ними драка показала, что оказывается некие лица втихари, но продают шмаль в монастырь молодым верунским студентам, которые не прочь пооткисать после тяжелого дня. Они все там любят брюгал. В итоге Харек отлетает, а кролобы куелда окончательно теряет возможность встать на путь члена партии болотных ублюдков. И я, если б вы горели в огне, я бы на вас даже мочиться не стал. Шел бы ты отсюда, петушок. Слышишь, Карлос хочет тебе пару слов сказать. Шел бы ты в караульную. Все богданчиковые поступки на благо народа привлекли внимание коменданта Карлоса. И лысый мигом отправился на встречу с Данной личностью. Благо, в отличие от встречи с Доном, это принесло некое удовлетворение. А-а-а, вот и ты. Наконец-то. Ты меня знаешь? Дело в том, что именно он наконец-то открыл и сечу глаза на происходящее вокруг, и насколько образ мышления бандитов отличается от Верунского. И бандиты, и инквизиции стараются вытащить как можно больше артефактов, золота и прочего ретрохлама из подземных храмов. Но если Дон это делает из корысти, то монахи делают это исключительно в научных целях. Храмы, которые поднимаются из земли, полны артефактов. И каждый воришка на этом острове пытается их стащить. Инквизитор приказал, чтобы все артефакты были перенесены в монастырь. Люди думают, что мы делаем это из корыстных побуждений. Но я чувствую, что он видит связь между этими артефактами и несчастьями, которые свалились на нас. И он ищет ключ к нашему спасению. Отбирать у ордена — это не воровство. Это наш долг. Также Карлос объяснил, почему все торговцы и фермеры заперты в этом городе. «Сколько фермеров и лавочников способны сами защитить себя от этих ужасов? Знаешь ли ты, сколько народу умерло глупой смертью, копая золото?» И ведь он не врет. Мало того, что они пытаются всеми силами охранять порядок, так еще и кормят всех нуждающихся. Мастер Балшвур — это маг из монастыря, и конкретно в Карбортаун его отправили с целью следить за несчастными беженцами. С помощью того же Богданчика ему удается получить знатную порцию мяса на похлебке и заодно раздать всем больным халявные лекарства. «Меня просили передать тебе целебное зелье от Белшвура». «О, спасибо. Беженцы друг за друга, да?» Так что Инквизиция хоть и не совсем идеальна, но старается поступать по совести. Те же бандиты только и пытались, что стащить у вернов артефакты, а с людей обычных срубить деньжат. Вот и делайте выводы. Достаточно забавно, кстати, что пиранги реально решили сделать хорошую и плохую фракцию. В той же Готике все было достаточно сложно в этом плане, и не сразу поймешь, кто норм, а кто нет. Тут же все наоборот. Ныне же комендант просит мордафилю выполнить финальный квест Харбортауна, а именно найти тайные пути, которыми пользуются люди Дона, дабы выбираться наружу из города и обратно. Это задание также не представляет себя ничего сложного, ведь бандитская братва не нашла ничего более умного, кроме как заиметь тайный туннель в борделе. Что ты здесь делаешь? Чего ты хочешь? Тем более эту сверхсекретную тайну Богданчику раскрывает тамошняя хозяйка, хотя потому что герой платит ей бабу за инфу и выгоняет из борделя агрессивного алкоголика, похожего на Валакаса. Я съел деда. Самое смешное это то, что за всю добрую активность наш герой мало того, что поднялся в глазах вернов, так еще и нехило заработал. И все, 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 и это еще не все. Вот, возьми мои рекомендации. Ты заслужил их. Теперь, когда у тебя есть мое разрешение, воины ордена пропустят тебя. Ступай в монастырь. То есть, вместо того, чтобы быть насильно впихнутым в логово Инквизиции, наш герой сможет туда поступить по своей воле. Плюс ко всему этому ему дадут выбор, по какому пути развития идти. По пути стандартного воина, или же по пути мага. Это очень даже поггерс, ребят. Что ж, теперь мы спокойно можем ливнуть из города. Причем очень даже легально. Хм. Но! Я уже слышу, как фанаты начинают орать. Эээ, подожди, а как же... Пэти? Ах, точно. Чуть не забыл. На самом деле, Ризан имеет несколько важных сюжетных арок. Одна из арок связана с замечательнейшей девушкой Пэти, которая для многих игроков стала вайфу категории Г. Так, по лицу вижу, тебе нужно выпить. Давай, заглотни... Спасибо. Хорошая штука. Сама она поначалу достаточно скрытная, но походу Богданчик узнает, кто она и какие цели имеет. Она ищет своего отца, но так уж вышло, что ее отец не какой-нибудь там блудный алкаш, а сам знаменитый пират Григориус Стальная Борода. Пссс! И ты? Подойди-ка сюда. В чем дело? Ты идешь в город? У тебя там дела? Послушай, ты выглядишь сообразительным парнем. Уверен, ты в жизни далеко пойдешь. Ты не дурак. Я вижу это по твоим глазам. Наверняка ты хочешь заработать пригоршню золотых монет, не так ли? Да ты бы залез от страха под камень, если бы узнал, кто я такой. Так что прекрати болтать, или я отрежу твой неугомонный член. Да, хоть у нас и был один капитан Грег во второй части Готики, я все же советую вам сделать вид, что такого персонажа вы до этого нигде не встречали. Так вам будет легче. Поверьте мне. Он пропал во время бури. Его зовут Григориус. Он... моряк. Богданчик берется за выполнение данного квеста, хотя бы потому, что в кои-то веки ему попалась бабища, не похожая на Сару. Поговорив с разными ребятами, наш герой узнает, что тут имеется достаточно людей, которые тоже пираты по сути. И некоторые даже знают, что в Карбортауне у Стальной Бороды есть конспиративная хата. Что еще ты знаешь о Стальной Бороде? Только слухи. Эриксон говорит у Стальной Бороды хижины в городе. Такой осведомленности не стоит удивляться, ведь Инквизиция держит в плену капитана Романова. К нему, кстати, можно попасть, заказав охраннику проститутку, но кракозяблик пошел по легкому пути и просто вломил его. Ты украл ключ от камеры, скотина! И что ты сделаешь? Дашь мне еще раз тебя побить? Слушать историю Романова достаточно рофельно, хотя бы из-за глупости ситуации, в которую он попал. Даже не думай интересоваться моим золотом. Я вырву твой язык и скормлю его крысам. Ты пират? Сразу начинаем с трудных вопросов, да? А сейчас ты мне напомнишь, что я в тюрьме, да? Или спросишь, как меня тут кормят? Сам он как бы пират и даже в любой момент может сбежать из тюрьмы, но из-за бесконечных бурь вокруг острова он не может отправиться в открытое море и от нечего делать сидит за решеткой. Хозяйка таверны Пэтти ищет своего отца. Пэтти? Пэтти? Дочка стальной бороды? Это хитрая стерва кто угодно, только не хозяйка таверны. Ее отец, капитан Григориус Стальная Борода. Тоже морской волк. Правда, этот старый вшивый мерзавец мне всю жизнь испоганил. Я запомню это. Сам он тоже не прочь найти стальную бороду, потому что они как минимум враги. Но наш герой во многом объебывает Романова. Для начала он сливает заработанные его деньги ордену. Я нашел эту шкатулку. На ней есть имя Романова. Ха! Ты знаешь, что ты мне только что дал? В этой шкатулке золото, которое Дон заплатил Романову. Да ладно. Никогда бы не догадался. Ты где шлялся? Где моя шкатулка? Я отдал ее инквизиции. Что ты сделал? Бесполезный мешок с дерьмом. А затем выбивает из его людей всю инфу, которая им известна. От того же агрессивного алкоголика из борделя узнается местоположение хаты Григориуса. Это оказывается совсем нищая халупа, в которой единственная ценность это странная бумажка со стороны головоломка, которую походу сможет разградать только Петти. Теперь я могу наконец-то покинуть это проклятое место. Она, кстати, разрешает пользоваться хатой бате, но поскольку тот был знатный шлюхотрах, она советует сжечь все постельное белье. По итогу она весьма благодарна нашему герою и намекает на то, что они еще увидятся в Успенет. А пока что она пользуется скрытым проходом из города и ливает. Приятная девушка. Надеюсь, она появится в следующих частях, хотя бы в виде пасхалки или второстепенного квеста давателя. А теперь Харбортаунский итог. В самом городе есть еще множество второстепенных квестов, как, например, помочь на кузнице, продать рыбную лавку. Но я же решил не акцентировать на это внимание, потому что там уже чисто Харбортаунская работяжья рутина. Лысого же кутежника уж больше привлекает суета. Ну да ладно. Ныне же нас ждет монастырь. Наш бычок сигаретный отправится на обучение и станет студентом. Но вот конкретно на какой курс это уже зависит от вас, дорогие мои. Воин света или же имбовый кудесник анальных фокусов. Решайте вы. А я же обязательно выслушу ваше мнение, ведь я такой демократичный. Решайте.